Прямой угол, угол В, С, Е. Уже три точки я поставил. Взять произвольную точку А. Заметьте, у нас угол В, Е, С уже возник. Уже один угол возник, уже с ним уже не делаешь. Да, дальше вы мне вполне разумно советуете. Взять произвольную точку А. Отлично. Взял произвольную точку А. Провести прямую А, Б. И что тогда мы знаем про С, Д? Она параллельная. Она параллельная. И при этом известно, что Д, Е параллельна А, С. Все должно быть так и подобно, чтобы после того, как я провел отрезок параллельно и равным, у меня вот эти вот два отрезка были бы равны и параллельно. Понимаете, что мой чертеж не годится. Точнее, для рассуждений о задаче он годится. Но этот вот отрезок очевидно отличается по длине вот этого отрезка. Так, хорошо. В таком случае давайте мы с вами будем решать вот на этой картинке. Здесь кажется все более-менее реалистично. Ну, на самом деле, конечно, они не очень параллельны. Ну, а по всякому случаю, это мнение бросается в глаза, чем... Кто уже прочитал указание? Что там он просит сделать? Он просит продлить ЕД до пересечения СБЦ. Он просит продлить отрезок ЕДФ. Ну, в общем, это несложно. Давайте продлим. Продлеваем отрезок ЕДФ. Вот где-то там он пересекся СБЦ. Хорошо. Это точка F. Значит, вот эти два отрезка параллельны. Как нам назначена точка F? F. Отлично. Что дальше? Воспользуемся свойствами параллелограммы. Нет, ну, так зачем это, потому что неинтересно. Сначала пойми, а потом расскажите. Заветия, значит, четко видна разница, значит, понимает, а значит, не понимает. Тут я несколько дней назад я в интернете увидел, что студентка, я не помню, что такого института, делала какую-то там свою очередную студенчатую работу. И она полезла в интернет, увидела там такого типа текст, все замечательно, но в программе Ford много разных шрифтов. И иногда бывает, что на одном компьютере какие-то шрифты установлены, а на одном нет. Так вот, у нее вот там какой-то шрифт не был на ее компьютере установлен. Ну, шрифтов очень много, поэтому так вот сильно, скажем, сейчас не бывает. Вот. Вот. И в математических формулах у нее пошли такие странные знаки. Какие-то вот такие вот крышечки, там, нолички, что-то типа египских игроков. И девушка, вместо того, чтобы понять, что у нее шрифт слетел, стала аккуратно перерисовывать это прямо с экрана в работу. То есть русский текст, который там был, она просто нормально переписала своим красивым углом, стараясь им почерком. А формулы перерисовала, как картина. Там были не очень сложные формулы. Какие-то там вычисления с процентами, ну там, не знаю, там, производительность увеличилась там на столько-то процентов, там, не знаю, там, цена у него там на столько-то процентов. Ну, когда у нас знак процента изображается каким-то таким деревом с приветом, да? И вот, а число изображается, там, говорит, мы тоже так хотим. И вот, и девушка действительно старательно, старательно это все перерисовала. Почему? Потому что она не верит, что, в принципе, ее чему-то могут получить. Она ко всем, видно, что она ко всему относится как к бессмысленному преду. И вот, и когда она встретилась с действительно при этом, то она ее не сумела отличить от предыдущей учебной работы. Ты тоже к бессмысленному так относишься, да? Там бегает, какие-то треугольники листуют, да? А, B равно C, D. Замечательно. Дальше что? Угол A, C, E равен U, C, E, F, да? Правен? Правен. Из-за двух умных A, C и E, F, да? А, C, E, F, D. Правилограмм. Это нужно доказать. И это на самом деле легко доказать. Когда вы это сделаете, у вас, собственно, задача и будет решена. Пожалуйста, все, особенно вы вместе с ней, как наши, просто каким-нибудь там цветовым образом выделите A, C, F, D. И пока картинок нет, у вас ничего не будет. А картинка не обязательно идеальна. Вот вы пытаетесь красивую нарисовать, а вы лучше быстро нарисуйте не очень красивую. Не пытаетесь в тетради рисовать идеальные чертежи. Главная цель чертежа быть понятной. Красивее – это через предлосу будет получаться. Да и главное, чтобы чертеж был для вас понятным. Провели прямую E, D до пересечения с прямой B, C. Это разумно. И теперь выделяем такую вот фигуру. А, C, F, D. Пойдем, почему это прокладываем. У меня на картинке вот что-то сильно переплошь. Дан пятиугольник A, B, C, D, E. В этом пятиугольнике A, B параллельно C, D и равно B, C, D. Угол B, C, E прямой. Мы сделали дополнительное построение. Провели прямую E, D до пересечения с прямой B, C. Сделали. Вот сейчас надо понять, почему A, C, F, D провела равную. А, D, F равна или параллельно? Ну, равна или потом будет равна. Важно, что она параллельна. Почему она параллельна? Потому что они параллельны. Потому что D, F – это же продолжение отрезка D, E. А D, E было параллельно А, C просто по условию. Вот здесь написано D, E, параллельно А, C. А если у меня прямая параллельна, то, собственно, и продолжение, или это есть одна прямая, параллельно отрезка. Это про E. Так, а почему A, D параллельно, B, C? Просто A, E. Почему A, D параллельно прямой B, F? Это самое интересное. Почему прямая A, D параллельно прямой B, F? Почему A, C, F, D параллелограмма? Почему A, C параллельно D, F, мы уже поняли. Потому что A, C параллельно E, D. А D, F – это продолжение отрезки E, D, поэтому все нормально. Вот. А вот, вообще, шутка параллелограмма. Помните? Что это такое? А, D параллелограмма. А, D параллелограмма. Нет уж. Параллелограмма – это квадрам, у которого так точно не говорится. Параллелограмма – это что? Да. Четырехугольник. У которого, по-другому, у которого параллелограмма параллелограмма. Молодец. У которого две параллельные стороны, и две другие тоже параллелные. Посмотрите. А, C параллельно D, F. Да, показалось. Вот теперь надо объяснить, почему А, D параллельно C, F. А, D параллельно C, F. Это всегда такая вот сплошная олимпиада. Когда вы читаете математическую книжку, нельзя просто скользить по ней взглядами. Бывает, что до такого типа глупости застремаешь и не понимаешь, почему. А потом проходит какое-то время, и как уже глупость, я не заметил это, идешь дальше. Но, пока вы не приучите себя, читая математический текст, понимать его в каждое слово, не будет прогресса. Будет только имитация деятельности. Сейчас мы застрягиваем на том, что вы невнимательно читаете. Вроде бы текст коробки, буквально несколько строчек. Но вы его не способны уложить в себя параллельно. И вот с этим надо сейчас бороться. Почему А, B, C, D параллельно C, D? А, B равен и параллельно C, D. Отлично. Условие значки B. А, B равен и параллельно C, D. Вот. Равен и параллельно. Написано. А, B параллельно C, D. А, B равно C. Отлично. Если у нас два есть равные и параллельные, то эта фигура называется параллелограмм. Дальше. Каким свойствам упадает параллелограмм? Противоположная сторона по параллелограмм. А, B, D. 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 И, D1, D. А, B, D. Св ended from this path. Первое есть правильные метод защитные методов. То есть, общение направлено, о чем М. B, D, C. Как должно быть равнина, то есть прямой C, D. В слове C, D. А, B, D. Условие задачи. Условие – это то, что не обсуждается. Считается, что у нас есть картинка, в которой вот все это выгодно. Отлично. А вот это то, что нужно в таком случае заказать. Отлично, тогда прошу. ВС и СР это одна и теже прямая, как СР это продолжение ВС. А ВС параллельно АД. Значит, СР параллельно АВ. Поэтому это одна и теже прямая, когда все направления ВС. Например, это... Почему же 1 ДО ВС РАИ в клубце ЕД? Почему АВС предлога. Ой, видите, да, просто не понимаю. Почему АВС предлога? Почему? Объясняйте. Если ААВ равны параллельно, то СД, то это параллельно. Если они будут не равны, то есть параллельно? Оказывается, конечно, это не так, что они стали не равны. Вообще-то эта задача была в качестве отдельной задачи. Господа, давайте вспоминаем. Если есть два равных параллельных отрезка, то соответствующая фигура является параллельно. Почему? Это решали, надо вспомнить. В начале года вас об этом предупреждал, что в какой-то момент возникла стандартная пробуксовка. Из-за того, что большинство из вас ходит сюда просто так посидеть в университете. Они понимают, что здесь изучают науку. Изучают в серьезных процессах. Так же и в школу. Вы ходите много лет, и потом выясняется, что в девятом классе все равно надо проходить на материал пятого, потому что ААВА уже все забыли. Нам говорят, мы же хотели об этом участие, а мы же хотели не участвовать. Вот. То наполнит решение задачи. Если у четыреугольника есть параллельные и равные стороны, почему это параллельно? Как это делать? Это дело очень просто, но как же делать? Положите, пожалуйста, мел и скажите решение. Итак, у вас есть два равных параллельных отрезков АВСД. Почему фигура АВСД предлагает? То есть почему ВС в таком случае параллельно АН? Это одна из простейших задач, которая у нас была. Когда я ее рассказывал, вы даже понимаете и слушаете, потому что, ну что там? Я так не могу, я так не могу. Но выясняете, что вы ничего не делаете. Обучение мультимации в первую очередь зависит от отношения человека к материалу. Интересно ли ему, хочет ли он на самом деле обучиться, или же он хочет просто предупреждать. В таком случае перевернем. Ну нет, в таком случае перевернем. Мы же пытаемся достаточно строго все доказывать. Поэтому, ну нет, по сути, конечно, да, по сути перевернем. Но как сказать строго? Как рассказать по признаку нравится? АВСД. Нет, не только. АВСД. У нас были специальные, на это очень много времени потратили. Специальные признаки конкурентности треугольных. По двум сторонам угол между ними. Все, садись в дом. По двум сторонам угол между ними. По двум сторонам угол между ними. АВСД. Какой из этих признаков сейчас применяется? У. И какие треугольные? У. Ну, по закону математики эти УВ должны быть равны. Параллельно стекле. Правильно. Поскольку прямая АВ параллельна прямой СД. Угол АВД равен углу БДС. Пишем АВ равен отрезку СД. Вы понимаете, к какому у вас сейчас признаку? БД общий. Вот. Совершенно верно. БД равно БД. БД. БД это общая сторона. И значит два треугольника. Какие треугольники? Треугольники АВД или БДС? Нет. С. Нет. Это неправильно называясь треугольниками. Треугольник АВД конкуренция к треугольнику какому? СДБ. 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 Порядок двух важен. Вот вершина А, она соответствует вершине С. Вершина В, помните, у нас треугольник вот так, да? Ну, проследите порядок двух. Давайте смотрим. АВ равно СД. Это вот это равенство. БД равно ДБ. Это вот это равенство. И угол АВД равен угол. В здесь СД оно и тоже. Можно написать СД. И вот. Замечает. Треугольники а значит? А значит ВСД. АВД равен ВСД. Это неинтересно. Для того, чтобы параллельная гравда, нужно что-то другое. Параллельность? Нет, параллельность не следует из конкурентостей треугольника. А что вы получаете из конкурентостей треугольника? Почему эта конкурентость не так интересна? То, что если взять середину БД... Нет, она совершенно снизилась. Какой угол? Угол БД, угол АР... Какой угол? Покажи его. Угол Д... Нет, нет, не нужен. Пониже, ты иду. Эти углы уже были равны. Бессмысленно! Говорить о том, в пятый раз повторяйте то, что они равны. Мне нужно что-то другое. Мне нужна параллельность БС и АД. Из чего она возникает? Угол СБД равняется углу АДБ. В этом треугольнике есть угол АДБ. А вот в этом треугольнике есть угол АДБ. Здесь также идут СБД. Теперь смотрим на картинку. Что такое АДБ? Вот этот треугольник. Что такое СБД? Вот этот треугольник. Теугольники БСЕ и ЕЦФ равны. Верно. Почему они равны? По углу, то есть по двух сторонам и по нижней мере. Это противограмма, это противограмма. Общее АД. Да. То есть эти отрезки равны. Молодец. Реально, это действительно последний шаг моей задачи, которую я могу понять. Вот этот отрезок равен отрезку АДБ. Потому что в параллелограмме противоположные стороны равны параллельности. В параллелограмме АВЦД АД равно ВЦ. А вот в этом параллелограмме АД равно чему? СФ. СФ. Значит, у вас какая реальная картинка? У вас есть прямая. К этой прямой 90 градусов. И здесь что? Два одинаковых отрезка. Здесь точки ВЦФ. И как же называется тогда треугольник ВФЕ? Равноведленный. А как называется прямая ЕС? Высота медиана бисектриса. Правильно? В равнобедренном треугольнике, если вы проводите вертикуляр на вершины, то у вас треугольник состоит из двух равных половинок. Но если строго, то вот так, как он уже сказал. Треугольник ВЦЕ конкуренция к треугольнику ФЦЕ по углу и двум сторонам. Вот эти стороны равны. Эта сторона общая, угол прямой общая. Но все равно. Здесь прямой угол, а здесь прямой угол. Треугольник ВЦЕ Треугольник ВЦЕ Треугольник ВЦЕ Треугольник ВЦЕ Треугольник ВЦЕ